Клевая машина. Очень, очень хорошая машина. И пока я немножко дам себе возможность немного отвлечься от нашей сегодняшней темы. Почему эта машина мне всегда нравилась? Потому что она была топом. Да, 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 да. Она была топом и красивая. И замечательная машина. Но она мне понравилась в качестве пластиковой модели, когда я познакомился с одним из самых лучших специалистов. Но сегодня он уже на том свете. Но тогда он был самым классным и лучшим специалистом. Так вот, с ним я познакомился в 1986 году. Так, Господи, да, 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 да. Именно в 1986 году меня с ним свел один человечек. Это был Анатолий Черников. И невзирая ни на что другое, я молюсь, да, его уже сегодня не стало. Но какие удовольствия он мне дал. То, когда я пришел к нему, я увидел, что то, чем я раньше занимался, это было просто блеклость. Потому что даже модель Кенова, он уже фрок, ушатанная по самые кривые помидоры, которые я покупал. Я покупал и ездил по нашим дивным Орсам. Я ездил в Сибуарь. Я ездил в Белорецк. Я ездил на Гайбак. Теперь Шампионос. И Верхний Уральск тоже. То есть вот это все я ездил. Везде разные Орсы, всегда были разные модели. Ну, в Магнитогорск он тоже был. Так вот, я собирал эти модели и обменивал. Но когда я посмотрел вот эти самолеты, которые он мне продемонстрировал, это был идеальный вариант. Я понял, что, наверное, все-таки не только Россией, в смысле не только Советским Союзом мы живем. Потому что он частенько летал на Ан-24. Как командир воздушного судна, он летал из Магнитогорска во Львов. А вы не слышали? Да, тогда это был Советский Союз. Это особенно плохо для дебилов, которые не понимают, что Советский Союз был качественным. Даже в принципе именно тогда вы могли Хосигаву, как и Матчбокс, как и Фуджитсу, а уже этих нет фирм, купить. Но не в Магнитогорске. Для этого надо было летать куда? Во Львов. И вот там можно было купить. Все, все. Они как раз привозили. И человеки, которые имели некоторое количество финансовых средств, позволяли себе купить. Но в связи с тем, что мы не будем говорить, что командиры воздушного судна всегда были, они никогда не были в Попке. Он покупал. И он уже некоторые мне модели просто продал. И почему я вот в этой дивной футболочке? Эта дивная футболочка была в 1997 году. Не мною приобретена, она была мне подарена теми человеками, которые ездили на мотоциклах под названием... Вот. Вот. Харви Дэвидсон. Они мне ее показали. То есть, вы понимаете, да? Сегодня 24-й год, а на мне футболка 1997 года. То есть, я очень хорошо отношусь к вещам. Ну, конечно, они тоже разбиваются, но да ладно. Теперь, когда мы начали говорить об этих машинах. Сейчас. Из разряда. Я взял у него несколько моделей. И вот несколько моделей, они как раз были перед этим сделаны. А я лох. А лох, почему? Потому что я же не знал. Но тут-то внезапно, надо же было почитать в интернете. Очень хорошая статья есть под названием Википедия. Вы можете говорить, а можете не говорить. К слову о том, что не так-то давно, это было два дня назад, ну и сегодня будем писать, грубо говоря, 19-го, 17-го числа я пошел на реконструкцию своего ракового заболевания головной мозг. Так вот, один товарищ мне сказал, что рака мозга не существует. Я говорю, базара-то нет. Жанна Фриске, они от чего ушли-то на тот свет? Не, 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 рака мозга там не было. Не было глиобластомы. Так вот, они ушли именно от рака мозга, от глиобластомы. Ну, я теперь понимаю, что как бы, ну, лечиться, наверное, здесь не получится. Ну, да ладно. Событийность немножко другая. А перед этим самолетом он пришел на замену F-111. А у меня как раз и были. Да-да-да-да-да. То есть, он мне продал 8, а, 6 моделей самолетов. А, 4, F-4. Погоди, или F-4, не помню. Короче, Фантом 2. Потом F-111. То есть, можно было. А я тоже не знал. Потом уже вот эта модель самолета. И у меня была еще следующая модель самолета. Вау! Вы что-то не доезжаете. То есть, Анатолий Черников мне продал 4 модели самолета, заменяющиеся друг другом. Первоначално это был Фантом 2. Потом F-111. Поменялся. Потом F-14. И потом был F-18. Все это было у меня. И это было году так, в 88-м. Тогда я как раз это дело все у него купил. И почему 86-й год я еще раз говорил. Он меня познакомил. Я пришел к поводу, что если я буду сидеть и молчать, ну просто буду сидеть и молчать, да? Чтобы это было понятно, вот даже крылышки на нее собираются, видите? Я все тоже сделал. Так вот, это мне естественно все понравилось. Я понял, что, ну наверное, если я не буду ни о чем говорить, все равно люди туда придут. И мы пообщались и поговорили. Я пошел в дворец культуры имени Арджоникидзе. И мы сделали на втором этаже, лично мною было сделано, клуб стендового моделизма. То есть еще и вот в этих делах я принимал участие. К сожалению, к сожалению, где-то году в 94-м, ну я немножко другими вещами увлекся. И мне пришлось это все дело продать. И именно поэтому в этом материале нет ни слова про фельдфебель, понимаете? Фельдфебель получил ровно столько, сколько он мне мозги выносил. Ровно год. А вот я ему ровно за год вынес все мозги. Так, чтобы было понятно, что фельдфебели, то есть, ну понятно, кто такие, да? Вот они как бы не айс совершенно и не удовольствие в том числе. То есть, если человек дослужился до звания подполковника, а ушел еще полковником, это качество. Вот к чему надо стремиться, а не сидеть, не будь этими фельдфебелями. Ой, ну так это вот про второго человека. Я просто задал вопрос, может быть, я бы попытался у него купить все это дело в том размере. Говорю, дай, продай мне все это дело. Я тебе дам денежки, никаких проблем нет. Если ты не занимаешься, он сказал, я не буду тебе продавать или не знаю, то есть, я не понимаю, о чем идет речь. Ну да ладно, то есть, это уже не тот размер, это не один к 72, это модель один к 48, то есть, она стала больше. Больше, 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 она стала крупнее, 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 крупнее. А для того, чтобы это было понятно, размеры нашей жизни, когда это было нормально и ровно, когда самолеты меняли друг друга, когда мы не воткнулись в эту 30... Короче, она еще продолжается, то есть, мы же переквалифицировались и стали типа, ой, ой, хорошо-то как. И что мы получили за 33 года? 33 года воровали все подряд, ну и сейчас с той же оперы. А, особенно я посмотрел, как это делается на Украине, это вообще, это звездец. Да-да-да, под звездецом мы будем говорить, что-что там творится. Вот, ну да ладно. И давайте определимся, что мы получили. Да ничего мы не получили. Мы пересели целиком на лизинговые старые Боинги, блин, которые и Аэрбасы, которые нас докатывают здесь в России. Ничего своего не сделано было. Кстати, очень плохо было. А тогда машины все менялись, 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 менялись. Итак, что касаемо именно этого самолета. Когда он появился? Он появился в 1972 году. Ну, его сделали на замену F-111. F-111, как и Фантомы, как и Корсары. Я хочу вот это сделать, да? Я хочу показать наши модели. То есть у нас было МИГ-17, МИГ-15, естественно, МИГ-19, МИГ-21. Сушек там не было. И сколько было тамошних, и где все это дело включалось. Так вот эти все самолетики мы предоставляли в противовес огромному количеству американской техники. При этом мы все же из них чпокали по самые кривые помидоры в двух войнах, в которых мы принимали участие. Это была Корейская война, где американцы облажались. И была Вьетнамская война, где американцы вот так вот так же облажались. И они сварили оттуда. Конечно, они туда накидали все, что могли. Ну, твари же конченые. Но, тем не менее, мы им показали, что не хрен с нами связываться. Ну, они же до сих пор сейчас лезут. И где мы сейчас с ними связываемся? На Украине, конечно же. Ну, на Украине уже самолетов-то нету. Ну, да ладно. Вернемся к этой модели. В 73-м году и в 76-м она поступила на вооружение. Эта модель была очень крутая. Она была очень-очень крутая. Там все было навороченное. И когда мне говорят о том, что вот у меня модель машины, которая у меня есть, Fort Aures. Когда мне сказки рассказывают про то, что у нее какие-то проблемки, я говорю, а какие у нее будут проблемы? Если машина в 91-м году, у нее блок был управления двигателем, это был 91-й год. То есть здесь все было до приспособий. То есть первоначально пилот находился вот здесь. Здесь нет управляющего вооружением, но находился во второй кабине. У него было все красиво и ровно. Ракеты у него были разного типа. То есть, по сути, здесь три вида ракет разного типа. Сайдвиндер, Сперл и еще одна. Не помню, как называется, но она есть. То есть ракеты летали на большое расстояние, естественно. То есть это был серьезный истребитель-перехватчик, который базировался, догадайтесь, если вы видите здесь ГАК, то естественно он базировался на авианосцах. Это было красиво. И почему теперь возникает немного другой вопрос, да? То есть я себе также заказал Ил-2. То есть The Last Auditions Tough. И когда я попытался там спокойненько сесть, ну я немножко кое-чему научился. Это еще было, когда я не работал и не имел джойстика. Это было как раз на работе, когда я работал на Челябинской госпиталь-радиокомпании. То есть я еще на тех компьютерах научился быть трежды героем Советского Союза, дважды героем Советского Союза с орденами. Это я уже, да, когда мы садились на Ил-2. Ну и стал там рыцарем креста за то, что я управлял истребителями Германии. То есть чуть-чуть научился, да? Почему мне эта машина больше всего нравится, как история работы, то есть там все сложно, ты просто так не взлетишь, особенно на клавиатуре, да? Вот, тебе приходится ее так, потому что клавиатура не имеет пропорционального управления. Там надо так, понимаете, да? Ну взлетали, взлетали. А уже потом все это делал. И мне очень сильно понравилась процедура посадки. Да, 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 да. Так вот, я лох. В очередной раз говорю, что я лох. Может быть, я не лох, но когда я садился на Фантоме-2, на Фантом-2 вообще красиво, ровно садился, прям четненько выпускаешь закрылки, все. Почему я сейчас говорю, что, а когда мы говорим про пилотирование, про пилотирование, вот со взлетом у вас возникают некоторые проблемки. То есть надо аккуратненько ее приподнять, посмотреть на скорость. Скорость должна неторопливо идти вверх, как и подъем. А не так, что хоп, скорость потерялась, и вы даже не взлетев, заваливаетесь в штопор, а из штопора на скорости 350 км в час вы просто не выйдете. Вас снесет. Да, да, да. Поэтому надо делать все по уму, по уму. Полет – это легко, красиво, ровно, но вот посадка, вот там на посадке вы трахаетесь, и иногда у вас получается большое количество адреналина. Это хорошо, когда вы на управляемом самолете, работающем на компьютере, садитесь. Но я же до того, в 84-м году мы пришли и начали заниматься радиоправильными планерами, самолетами, естественно. То есть мне в 86-м году дали попробовать. И никто не объяснил пропорциональности, это я уже потом доехал. Но сегодня и сейчас я летаю на самолетах, естественно, в этом году. В прошлом году тоже взлетнул на самолете. Вот, и на посадке, уже на посадке. То есть у него получается, что щелкнуло немножко двигатель. Не то, что двигатель, а управляя не рулем высоты вниз. Я даже ничего не успел. Ну, единственное, что я успел газ убрать и максимально себя сделать. Конечно, на винт развалился, мне пришлось машину разобрать, переделать, естественно. Это очень хорошо, кстати. Я специально своему сыну говорю, что если ты не будешь заниматься, то ты будешь говняком. Научись ремонтировать самолет. Это геморройно, геморройно, но красиво. И когда ты взлетаешь, когда ты с этим садишься, то понимаешь, о чем речь идет. Так вот, в «Фантоме-2» я легко садился. Ну, на этом самолете каким макаром надо еще сесть было. Я понимаю, что здесь рули, интерцепторы спереди и закрылки, они полностью падают вниз. Но у нее это еще та проблемка. Я пару раз его садил, естественно. Но тут же возникает в чем вариант. То бишь, конечно, хотелось бы, когда у тебя бензина там мало было бы, а ты на полный бак обсадишься. То есть получается, что если одна стойка в шасси ломанется, то самолет взрывается. Клево было, да? Клево было. Ну да ладно. То есть как-то вот с посадочкой было сложности. «Ф-2» вообще никаких проблем. А «Глостер», «Метеоры» как это садятся? Ух, англичане делают все по уму. По уму. А мы не по уму. У нас тоже иногда самолеты подкашиваются. Естественно. То есть машина, конечно, изумительно была сделана. И после того, как я начал собирать, естественно, я начал собирать неторопливо, грамотно. То есть вы хоть представляете, что я целый день декали лепил на... Целый день. Целый день я лепил декали на... На что? Не, не на сам самолет, нет. На ракеты. Целый день. То есть там все в декарях. Я не знаю, почему это делается. Ну да ладно. Как бы тебе сказать-то? Машина вам показывает удовольствие от полета. И не дай-то бога, чтобы было понятно, куда что прилетело. О, это, наверное, американцы решили так. То есть если это вот небольшая ракета, то надо посмотреть. Ну, осколки же будут. Вот они специально везде и все декали налепили. Ну, не знаю, для чего все это делается. Ну, да ладно. Налепил. Делал. Но... Его уже потом поменяли на F-18. F-18 не имеет стреловидного крыла, не умирается его, естественно. Он будет, и потом я его сделаю. Но почему я все-таки это делаю, показываю? Может быть, этот чувак посмотрит. Я это сделаю. Просто я попросил тебя дать мне возможность вернуть на круги своя то удовольствие, которое мне дал только один человек. Он был очень крупным. Он был один из самых изумительных специалистов. Потому что он был еще и командиром воздушного судна. А командир воздушного судна также ждет. Это же история отношений. Так вот, история отношений и наша, и американская. Она заглохла. Ну, вот сегодня и сейчас мы что-то делаем. Ну, да, это Бог. Ну, как бы вам сказать. Если бы не был бы дебил под названием Горбачев. Он был конченным говнюком, естественно. То, 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 то я бы был уже никогда бы не занимался телевидением, естественно. Но бы ни на хрен бы не пернулось. Я в девяносто первом году в октябре месяце собирался вступить в партию. Там пошло бы все немножко по-другому. Вы наверняка бы этих сюжетов не видели. Но, возможно, возможно, мы бы сейчас не только на Луне были бы. Мы бы уже сейчас организовали советскую колонию. Именно советскую колонию. Где? На Марсе. А так мы не просто облажались. Мы обосрались. И обосрались не по-детски.